Как давно я здесь не был, упаду на траву, гляну ясное небо и пойму, что живу, небо в колокол грянет. Здорово и здраво. Здорово и здраво. Если вы любите бокс, это видео для вас. Али Ахмедов против Габриэля Рассада будет поединок в андеркарде Геннадия Головкина. Али Ахмедов наш боец, боец неплохой, боец еще молодой, боец к сожалению пробитый и поэтому теперь всегда есть за него определенная опасность, потому что пробитого бойца легче нокаутировать. И вот сейчас он выходит с бойцом, который умеет как-то эти лаки панчи доносить, который как-то умеет попадать и люди падают. Вот Габриэля Рассада, вы помните прекрасный бой Габриэля Рассада с Меликузиевым, когда вышел. Ну мы знали, что он крепкий, что его трудно сломать, этого Рассада, что он живучий. Но какой-то победы от него никто не ждал, может быть достоял бы он с Меликузиевым, но не более того. А он взял с удара уложил этого Меликузиева, это был не пробитый Меликузиев, а сейчас пробитый Али Ахмедов. Поэтому такая вот опасность есть, в том, победит он или не победит Али Ахмедов, этого Габриэля Рассаду. Вот, например, в бою с Мунгией, Хайми Мунгией, не было большой опасности, потому что Мунгия боец непробиваемый, мексиканец. И там у Габриэля Рассады шансов не было. Он пытался зарубаться, пытался блок в блок драться. Но Мунгия показал хорошую функционалку, работу на ближней дистанции от блока, серийную работу. И никакие пропуски, если они там и были, не могли его остановить. Он уничтожил, просто уничтожил, пусть и решением судей, Габриэля Рассаду. Но сможет ли так сделать Али Ахмедов? Манера у него похожая на Мунгию. У Мунгией размах рук побольше. Сам он, в принципе, помощнее, чем Али Ахмедов. Но манера похожая. Дистанционное давление, подход на ближнюю дистанцию, работа на ближней дистанции. Силовые комбинации старается выбрасывать. Ну, с блочком проблем у Али Ахмедова. Ну, в принципе, руки старается поднимать. Последний бой на серии побед нокаутами идет. Но это мешки были его соперники. И вот сейчас, по сути, у Рассада тоже какой-то топ, что ли. 15 поражений, старый, пробитый тоже. Ну, как пробитый, такового у него были. Но, прям сказать, что топ, конечно, нет. Середняк, да тоже не середняк. Джорни Мэн, ну, наверное, Джорни Мэн. И Али Ахмедов Проспект. Ну, как правило, Проспект и Джорни Мэн – это одного уровня бойцы. Но, видите, тут пробитый боец Али Ахмедов. Поэтому Карл Сгангора его пробил. Пробил хорошо. Он там сначала раз упал, потом уже в нокаут упал. И, к сожалению, вот такая вот судьба у него была в первом титульном бою. Сейчас у него есть шанс вернуться. Почему шанс вернуться? Ну, потому что если он побьет Габриэля Рассаду, то он как бы лучше, чем Меликузиев. И, значит, ну, вот те позиции, на которые собирались двигать Меликузиева в бою с Рассадой, Али Ахмедов на эти позиции взберется. А там уже, глядишь, недалеко до каких-то приличных позиций. Ну, то есть, какие-то там интерконтинентальные пояса, вот это все. Ну, какая-то популярность, какие-то деньги, какие-то бои серьезные. Как Ахмедова победить этого Рассада? Ну, работать осторожней. То есть, не нужно, вот как он сказал Сумгангоре в первых раундах, он прям летел, так хотел его побить, так хотел его забить. Не надо вот этого, вот это вот, его вот эту чеченскую, знаете, неиздержанность, вот это бросаться забивать соперника, это надо убрать. Попал хорошо, поуклонялся, позащищался, где-то оттянулся. Еще попал хорошо, не надо прям кидаться, добивать. Рассаду добить очень сложно, это очень живучий боец. Здесь надо построить план на бой так, чтобы победить решением судей. И у Али Ахмедова это спокойно получится. То есть, не нужно прям хотеть убить этого Рассаду. Если будет хотеть убить, ну Рассаду, что ему останется? Сначала он на пропускается, потом на отступается, и потом начнет, как с Меликузием, бить навстречу, потому что, ну а что остается? Не умирать же в ринге, просто как мешок. Вот как последний бой сделал вот этот вот Шейн Мозли-младший. Боец никакой этот Шейн Мозли. Но вот он построил план на бой так, чтобы выиграть решением судей. Накидать с дистанции, отступить, уйти в сторону, не прессинговать, не обострять, много ударов не выбрасывать. И бой получился такой, что Рассада, ну там проиграл почти все раунды. Там они раздельным решением нарисовали, но это вранье он проиграл все раунды. Ну, как Монгия, не надо драться Али Ахмедова. Ему нужно отбоксировать. Ну, насколько это получится, осторожно. Проблема в том, что у Али Ахмедова у него нет размаха рук. Он как Джордж Камбосес. У него рост больше, чем размах рук. Это очень плохо в боксе. Поэтому ему ничего не остается, кроме как работать на средней, на ближней дистанции. Но вот с этим Рассадой надо все равно максимально осторожить. Попал где-то джебом, сделай шаг назад, подними блок. Или там сделай нырок, твист, уйди в сторону. Он все это не умеет, к сожалению, делать Али Ахмедов. То есть, после каждого попадания защитное действие, которое 100% нивелирует контратаку. Чтобы для судей картинка была, что побеждает Али Ахмедов. И так весь бой, больше ничего делать не надо. Ну, собственно, все, что я могу сказать Али Ахмедову, чтобы он выиграл этот бой. Будем надеяться, что выиграет. В принципе, он должен выиграть. Потому что, ну, Рассада, кроме вот лаки-панча, ничего сделать не сможет. Но то, что он попытается сделать этот лаки-панч, это 100%. И то, что у него здоровья вполне достаточно, чтобы сделать этот лаки-панч, это тоже 100%. Потому что сколько его не бьют, он ни разу не проиграл чистым нокаутом. Он ни разу не упал и ни разу плестался по рингу нокаутированный. Он все время держит. Даже помните, где Наголовкин, как его избивал. Джейкоб сколько ударов донес. Меликузиев, как вкладывался, когда его бил. Ну, не умирает этот боец. Ну, вот такой, знаете, как Артура Гатти. Вот что-то такое. Ну, настолько трудно его побить и просто уничтожить. Поэтому не нужно делать такого плана на бой уничтожить, или там сломить, или там запрессинговать. Не нужно этого делать. Не мунгия. Боксировать по-спокойней, по-умней. По-где-то поскушней. То есть, и тогда Али Ахмедов спокойно победит. Почему спокойно победит? Потому что в бою с Карлосом Гангоры, где бой, в принципе, я бы не сказал, что выигрывал Али Ахмедов. Ровный бой, там, наверное, ничья была примерно по очкам. Все судьи почти все раунды отдавали Ахмедову. То есть, в этом поединке с Карлосом Гангоры мы увидели, что судьи на стороне Ахмедова. Даже если он не сильно-то выигрывает. То есть, вот это надо ему в этом бою использовать. Потому что если он сейчас еще раз проиграет, он больше в Америке драться никогда не будет. Не то, что там какие-то серьезные бои будет получать. Поэтому вот такой вот вывод я делал. Я не думаю, что Ахмедов тупой. Поэтому должен выиграть этот бой. Скорее всего, решением судьи.